Сегодня в России в действительности очень много людей переходит в православие. И надо отметить, что переходят самые думающие люди. Переходят не только просто члены общин, переходят пастора. К сожалению, у нас в России есть такая тенденция, что люди, которые переходят, они не разглашают об этом, не говорят об этом, очень скромно себя ведут. Это, в общем-то, понятно. Но в то же время мы видим, по всему миру существует большая тенденция сегодня, когда различные конфессии протестантизма переходят в православие. Это такая волна, которая набирает обороты последние 20 лет. Мы можем привести некоторые факты из статистики. Например, если мы возьмем Африку, то сегодня в Африке примерно 6 миллионов православных людей. Из них почти 3 миллиона – это бывшие протестанты. Если мы возьмем Австралию, то из всех православных людей почти половина является именно перешедшими из протестантизма. Если мы возьмем Америку, то там мы видим, что некоторые патриархаты имеют рост приходов и прихожан более 300% в год. И это только за счет протестантов. Переходят общинами, переходят целыми группами общин. Например, на Филиппинах была протестантская деноминация, у них был свой епископ, свои пастора, 30 таких общин. Все они вместе перешли так, если я не ошибаюсь, в антиохийский патриархат, таким образом, что они вынуждены даже были специальный курс открыть при семинарии, чтобы взять этих всех пасторов, обучить их и потом рукоположить в пресс-фитеры православные. В это время у них почти у всех были свои здания, этих все зданий, их нужно было переоборудовать под православные храмы. То есть такое вот движение необычное существует во всем мире. А скажем, в самих Соединенных Штатах, только в антиохийском патриархате 70% всех священников, это бывшие пастора протестантские, 70%. Также статистика говорит, что сегодня очень много переходит людей и в Европе также. Но причина этого понятна, это потеря нравственности, нравственных ориентиров христианских, можно сказать, общечеловеческих ориентиров во многих динаминациях протестантских, к сожалению. Конечно, некоторые перешли не из-за нравственности, а именно из-за того, что они хотели найти, где же Первая Церковь, что же самое древнее. Потому что ведь это так понятно, любая протестантская динаминация имеет свое основателя, имеет свое начало. Можно сказать, что 50-ники начались, например, в 903 году, к примеру, в 905-м, можно назвать все даты любых динаминаций и их основателей. Но только в православной церкви мы можем найти то, что она началась с самого Господа Иисуса Христа. И вот этот факт, он заставляет задуматься людей, заставляет искать, где же все-таки вот те корни, тот фундамент, на котором строится церковь, то есть сам Иисус Христос, краеугольный камень. Иисус Христос